доброе утро такой свет рыжий прям собираюсь сейчас к одному человеку который занимается целительством иду на полном доверии потому что ну лично я его не знаю он приезжает откуда-то там то ли узбек он то ли козбек козбек есть такая национальность вот иду на полное доверие потому что зовет мне человек которыми так доверяю хотя не она организует но она говорит что тот кто организует плохого не привезет давай так что так что можно сказать кашпировский вернулся не всегда хочу снимать такие вещи потому что ну реально понимаю что у многих в голове такие мысли мелькают но мой влог о жизни моей да я показываю вам здесь кусочки ее не все правда но такие которые можно показать так что оделась удобнее чтобы было потому что я не знаю как мы будем сидеть теплую кофту на всякий случай если вдруг там холодно и вниз футболку если там придется например раздеваться ну если будет жарко например в помещении а еще беру с собой водичку ее можно зарядить и чай в термосе фаберличном кстати это самая удачная покупка можно сказать этого года я если честно когда покупала когда заказывала думала очередная вещичка которая будет валяться у меня в квартире а нет я ее постоянно беру его постоянно беру на йогу очень удобная конструкция здесь есть у нее такой носик как типа паильник наливаю туда чай единственное конечно иногда бывает горячим но я открываю немножко остужая его и пью и не нужно вот это вот каждый раз откручиваете крышку наливать туда чай пить то есть минимум действий и я его часто беру в какие-то то есть я чай постоянно пью ну вот сейчас собираюсь например к нему обязательно возьму потому что я чай обязательно должна горячий пить постоянно теплый горячий чай должна пить постоянно какую-нибудь сейчас вкусняшку конфетку может быть сладость возьму чтобы было не только полезно и вкусно не реально спалили кожу девчонки краснота слава богу прошла но осталась пленка то есть вот когда я умываюсь да и не мажусь кремом у меня прям лицо стянуто это видно и уже верхняя часть стала шелушиться то есть реально мне прям спалили верхний слой кожи это как будто бы я побывала на лазерном пилинге но слава богу все надеюсь и обошлось у меня вот конечно же я сейчас немножко подожду пока у меня кожа придет нормальное состояние да не тоналку ничего не наношу сейчас и хочу ну чтобы не забивать лишний раз и поры и кожу не травмировать растирают и что-то я в последнее время вообще натюрель то есть вот мне остались еще реснички реснички очень долго держится сколько я их проносила получается наверное 7 числа я делала уже нас 11 то есть месяц прошел они до сих пор есть то есть можно по идее подкрашивать можно просто еще пока ходить ты хорошо наделает может быть еще запишу снимет старые на это посмотрю и вообще красить счет не особо хочется тем более я иду на такую как бы события на такую вещь что там при полном параде нет смысла быть и такую удобную одежду соответственно одеваю чтобы не было комфортным и что-то я еще хотела сказать да подожду немножко потом обязательно пойду но хочу начать прям с трех минуточек чтобы меня кожа постепенно загорала постепенно привыкала к температуре чтобы загар ложился намного ровнее лучше хотя по телу вижу за эти 7 минут что я там пробыла те участки тела которые мне открытыми были в геленджике загорали они у меня конечно сейчас такие вот ну как будто бы я позагорала на пляже вот а все остальные части тела которая была в купальнике у меня она сгорела попа соответственно лицо потому что мы его чаще умываем и как бы загар смывается так ладно поеду я мы с девочками после такой бардак пришли еще посидеть в москве ресторан москва и здесь у них пирожные тоже решили попробовать сравнить с яблоньки кай с яблонкой и требовали состав на кассе но не требовали а просили дать и она не особо не хотела сначала потом все-таки ты какой ешь смородину чизкейк смородину чеченолоко да вкусный я еще себе домой взяла это у них чизкейк какой-то британский птичем молоком уже попробовали туаленки очень вкусный прямо как похож на настоящий хотя лучше взял чизкейк классный да творог прям ты предлагаешь мне попробовать у тебя попробую а это какой-то сербский а это тоже уже домой уже взяла и вот эти вот печенье у него я была с корицей и с грецким орехом я бы умерла бы уже набрала вкусняшек себе домой ужин тебя не ужин состава я не хотела особо давать но все-таки потом распечатку дала там ничего так можно кушать хотя там были растительные жиры в каком-то торте взяли все хорошие птичьи молоко общий состав отмен ну да там сгущенное молоко сливочное масло мука высший сок агар желатин агар это лучше чем это даже выложили да очень хороший они должны быть на сайте и состава по идее ниже есть сайт или нет снимать ну как бы не тебя в стомбре но я снимаю да у них есть сайт свою вот мы будем по курсу я зайдем мы пришли на месте да он должен отчистки как я скрыть либо раскладка должна быть свободном доступе доброе утро следующего дня девчонки я сегодня молодец потому что встала ну 6 я провалялась где-то до 7 часов а потом сделала кундалини успела смонтировать видео искупаться как вы видите с полотенцем на голове потом все чё так мало что ли кундалини йога час до позавтракала я искупалась видео смонтировала все сейчас еще буду делать массаж лица надо было до сделать купание чтобы смыть этот вот жирный налет с лица но получилось вот я вчера вам ничего не снимала практически мы с девчонку им просидели допоздна в кафешке очень долго прям болтали я домой приехала часов в 10 наверное в 11 легла спать отлично посидели прям аренка сегодня приглашает меня на мета формические карты блин как мне нравится этот цвет костюмчик а классный прям такой нежненький аленка сегодня мне еще пригласила там а вообще к целителю нужно ездить три дня я сегодня тоже поеду к нему бы двум часам также соленкой мы аленка сегодня меня пригласила тоже на мета формические карты там сделать у кого-то расклад но если честно я хочу приехать домой как-то для меня вот такой вот ритм слишком тяжелый я не могу сразу так у него войти учитывая что последний там год у меня такой спокойный был образ жизни сейчас я что-то ну гоняюсь то есть меня одного дня не было такого чтобы я прям посидела потупила дома вот и хочу все таки не знаю я до отъезда успею помыть пол или нет сейчас время то в принципе действия массаж для лица сделаю надо загружаю видео на канал там обработаю картинку обложку сделаю и еще мне нужно помыть полы и обязательно вот я думаю тоже успеем все это сделать и собственно говоря до пироженки которые мы вчера брали в москве мне очень понравились прям шикарные действительно хорошего качества состава я так и не поняла если честно надо было фотки наверное сделайте дома с ними ознакомиться либо на сайте кстати посмотреть может быть их и них есть точные ингредиенты вообще по идее это должно быть свободном доступе лежать это должна быть какая-то либо книжечка раскладка либо на каждом товаре до должен быть написан состав до полностью но такого нету и когда мы запросили она была несколько удивлена у продавца этот состав она была удивлена так и как-то не совсем зачем он вам нужен так знаете не совсем не то чтобы не хотела давать но как бы видно было что человек недоволен что мы что-то требуем потом может заподозрила какую-то проверку и дала торт птичье молоко очень вкусно прям реально похож на советский ковы но время времен таких хорошего качества единственное я лучше делала свои времена птичье молоко у меня шикарные торты получались на я раньше просто много тортов пекла тортов тортов и с собой мы даже взяли на я вам вчера это показывала да еще мне не понравилось то что вот чек который они выбивают в продажный чек там нету разбивки что-то взял в каком количестве сколько граммов то есть просто чек и общая сумма все больше никакой информации нет мне тоже не понравилось что я люблю видеть за что я плачу собственно говоря и все ладненько буду доделывать все свои дела и заниматься дальше чтобы все успеть запланированное выполнить смотрите это у нас центр саратова он в основном состоит из старого жилого фонда и здесь просто знаете творится во двора заходишь маленькая история интересные дома построек наверно революционных годов эволюционных годов я с девушками снимаю где машина поставила сама не знаю красивые здания вообще-таки интересные так что саратов это маленькая деревня я прям иду и наслаждаюсь какие-то двора подворотни реально у нас саратов состоит из каких-то тупиков подворотен брошенных домов ладно похожи я посмотрю я люблю рассматривать такие строения я